И Максим Малынов, и наши гости. Оксана Продан, народный депутат Украины, 8-го созыва. Оксана, еще раз доброе утро. И мы в минувшем части закончили на теме приватизации. Говорили о том, что правительство инициирует продажу половины активов Укрзалезницы, Укрпочты и других предприятий. Говорили вот об этом, насколько это может быть выгодно, в принципе, для развития данного сектора. Давайте к этой теме вернемся. Для развития данного сектора в любом секторе нужна конкуренция. И если говорить о том, что может быть создана конкуренция, то, конечно, это будет в позитив. Вопрос, есть моменты, есть сферы деятельности, где государство обязано обеспечивать безопасность и обеспечивать необходимые условия для того, чтобы государство оставалось государством. Когда мы говорим о приватизации, вот сейчас мы пока были новости, говорили о разных вещах, я вспомнила ситуацию, которая буквально недавно была в СМИ, о том, что одно из помещений полиции незаконным образом было выведено из собственности полиции. Я думаю, что до тех пор, пока у нас право собственности не защищено абсолютно, до тех пор, пока помещение полицейского участка можно приватизировать, условно говоря, приватизировать, украсть, и прокуратура, полиция ходят и доказывают потом, что это было их на самом деле, до тех пор никаких честных приватизаций, никаких честных прозрачных рынков в Украине, к сожалению, не будет. Давайте сейчас напомним нашим зрителям, которые вот только к нам присоединились, о чем, собственно говоря, идет речь. Олигархические группы скупят лакомые государственные предприятия почти даром. Так закончится большая приватизация, анонсированная Кабмином, считает политический эксперт Владимир Кацман. Давайте сейчас послушаем его мнение. Когда вы испытываете определенные трудности, вы продаете дом, условно, или какую-то недвижимость, уже по бросовой, как говорится, цене, да, лишь бы избавиться от этого груза и получить какие-то деньги для решения других своих проблем. В такие времена продавать что-то, это плохо. Если вы в состоянии войны, в состоянии неконтролируемых территорий, в состоянии непонятных перспектив на мир, о внешнем инвесторе можно забыть. Тогда приходит какой инвестор внутренний. То есть наши доблестные, так сказать, олигархические батальоны, или роты, или, я не знаю, там, подразделения какие-то, да, уже готовы на эту приватизацию бросить небольшие относительно деньги. Александр, а как вы считаете, действительно ли при нынешних условиях в Украине неинтересны иностранным инвесторам наши предприятия? Насправді ми бачимо, що плани по приватизации уже рік за роком не виконуються, саме тому, що ми маємо схід, ми маємо відсутність захисту права власності і належних умов для ведення бізнесу, незалежного від влади бізнесу, так і не створено. И действительно, иноземный инвестор не готовий вкладати гроші, не маючи гарантии про те, что он их сможет, как минимум, повернуть. Это правда? Это не секрет абсолютно? Ну, то есть, по сути, первое, что нам нужно сделать, это решить вопрос с миром на Донбассе, правильно я понимаю? У нас має бути відновлена целесность территории, у нас має бути захищено право власності, у нас мають почати працювати суды, это очень связанные вещи, все одно за одним, и тогда мы можем ждать действительно незалежного, великого, хорошего инвестора, которого так все потребуют. Ну, тогда напрашивается вопрос, может, действительно нужно было сначала сделать то, о чем вы сказали, а потом уже решать вопрос приватизации? Вы знаете, когда мова идет про монополистов, когда мова идет про такие предприятия, которые на самом деле в всем мире дают надприбутки, а сегодня они государственные, они збитковые, мне всегда интересно, почему государство, уряд, парламент не выставляют КПИ, вимоги до тех менеджеров, которые миллионные заработные платы выставляют, и которые, как, например, в ситуации с «Нафтогазом», хизуются своими миллионными заработными платами, и прибутками за счет увеличения тарифов, но не показывают никаких изменений в изменении управления, в изменении подходов, для того, чтобы предприятия, государственные предприятия действительно продуковали что-то новое и именно с этого заработали деньги. Давайте мы затронем еще одну интересную тему, хотим услышать ваш комментарий вот о чем. Неправомерная соцпомощь в Минсоцполитике анонсировали проверку получателей субсидий. Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная. Будут проверять тех, у кого может быть на самом деле высокий заработок, и кто в действительности и не нуждается в господдержке. Министр отмечает, что в прошлом году проверили получателей пособия для малообеспеченных семей, и благодаря такой проверке, то есть чистке, удалось выявить много неправомерных выплат на общую сумму 33,2 миллиона гривен. Половину из этих денег удалось вернуть в госбюджет, об этом рассказала Лазебная. По словам министра, в основном граждане искажают правду в декларациях об имуществе и заработке. В этом году проверка коснется как раз тех получателей субсидий, кто имеет признаки подобных нарушений. Вместо выплат нечестным гражданам планируют на 15-20% повысить пособия семьям с детьми. Как вы оцениваете инициативу министерства, которое хочет проверить достоверность и правомощность получения украинскими гражданами субсидий? Это не новая инициатива, так делали и до них, и будут делать. Но при таких переверках очень важно несколько вещей обеспечить. Первое, чтобы те люди, которые действительно потребуют помощи, у которых действительно нет сегодня денег, но они в том или ином папире сделали ошибку, а часто бывает, что это не люди сделали ошибку, а им какой-то орган государственной влады, жреб или управляющая компания дали неналежную доведку, чтобы за это не наказали. Потому что, когда действительно мова идет о ошибке в документах, а не в незадекларованных доходах, то люди потребуют и им нужна життєво эта помощь. Это одна часть. Есть другая часть. Когда мова идет о 32 миллиона, которые найдены, из которых половина только повернута, у меня вопрос, а сколько вытратили на эти переверки? Потому что мы обычно забываем рассчитывать, сколько держава витрачает наших с вами денег на то, чтобы нас с вами контролировать. Дуже часто, это, ну, останним часом, приклад наводится антикорупционных органов, да? Дуже часто держава витрачає набагато більше на себе, ніж забезпечує для нас з вами, ніж ті цілі, які ми з вами ставимо. І третя, звичайно, ну, бувають ситуації, ми їх знаємо навколо себе, коли люди не платять, наприклад, в багатоквартирному будинку квартплату, а ми всі змушені за них доплачувати, при том, що в них є кошти. Дійсно, такі люди, розуміючи, що їх можуть якимось чином виявити, що вони такі є, вони потребують отакого стимулу про те, що їх можуть якимось чином задекларувати. Але це однозначно може проводитися виключно з дотриманням перших двох речей. Контроль не повинен бути дорожчий, ніж його результати, і люди, які потребують допомоги, не повинні відповідати за величезну бюрократію і складнощі в оформленні документах. Інами словами, скільки гривень потратили, щоб вернути одну гривну? Да, це дуже важливо, конечно. Тобто можна потратити 10 гривень для того, щоб 50 копеек вернути в бюджет, але це смішно. А наскільки можуть бути такі провірки, скажімо, збалансуваними? І ми дійсно розуміємо, що дуже часто якийсь один фактор, наприклад, слухаємо від інших експертів, що пожилі люди часто живуть в квартирах в большой площади, в якому, естественно, один чоловік на таку площадь, по математикі, виходить не потурбує і не заслуговує. Плата за коммунальні услуги, які розпространяються і на жилплощадь по квадратним метрам. І вот, действительно, сьогодні Юрія Томанюк в нашому ефірі сказала о том, що можуть прийти, грубо говоря, к бабушці з цією провірки, у которой там квартира 100 квадратних метрів, і сказати, ай-яй-яй, ми тобі субсидії не дадим. Количество проживаючих. Поэтому вот эта ситуация про бабушку одну в квартире в 100 квадратних метрів, она на самом деле не буде соответствовать действительности. Это первая часть и вторая часть. Если этих норм, которые предусматривают те или другие льготы от государства людям, в этих нормах нет вот таких ограничений, когда у тебя дворец, а ты не хочеш за него платить, то это вопросы не к людям, которые получают, законно получают помощь, а к государству, которое не может сформулировать вот эти правила предоставления помощи. То есть на самом деле люди же идут за дополнительными бумажками, люди собирают эти вещи, нет хорошей жизни в основном. И, ну... Это действительно довольно-таки долгий процесс, в том числе и с документами, и с разными инстанциями. То есть это надо находиться, надо иметь возможность собрать все эти бумажки. Когда у нас сегодня для того, чтобы справку о судимости предоставить, к примеру, да, о несудимости предоставить в какой-то государственный орган, а еще, не дай бог, в международную, ну, за границу, в посольство, надо четыре раза пройти подтверждение в разных абсолютно ведомствах, которые друг друга подтверждают. То есть субсидии собираются, справки на субсидии на самом деле тоже так же сложно собираются. Поэтому человек, который идет за субсидии, он в основном требует этой помощи. И это очень важно, не лишить их этой помощи. Оксана, вот сегодня в нашем эфире Андрей Датюк буквально был вот перед вами. Он заявил, что в Украине вообще не нужны субсидии, и, собственно говоря, их не нужно вводить. Вот как вы считаете, а зачем они вообще вводились? Ну, если вы вспомните момент введения субсидий, это был момент поднятия тарифов в разы. И это то, о чем сегодня, опять же, сегодня уже говорила «Нефтегаз». Он говорит, мы начали якобы большие прибыли получать, но эти прибыли, они за счет тех субсидий, которые, тех тарифов, которые платят люди, и, соответственно, компенсируются тарифами, субсидиями тем людям, которые не могут заплатить те тарифы. Это, опять же, возвращаемся в тему приватизации, управления государством, эффективный собственник, когда государство, когда правительство, и это речь не о сегодняшнем правительстве, не о вчерашнем, а о последние годы, неэффективно управляет своим имуществом, когда ставит впереди главная задача, это чтобы то или другое предприятие обеспечивало высоким уровнем зарплат на Глядове Рады и управляющий персонал, вот мы имеем такой результат, который имеем. На самом деле важно создавать людям рабочие места, важно давать возможность людям самим зарабатывать хороший уровень зарплаты, создавать условия для ведения бизнеса, и все будет хорошо. Кстати, что касается НАП-советов, вот вы только что коснулись, наблюдательные советы получают значительные деньги, члены этих НАП-советов. Часто мы знаем, что в НАП-советах есть эксперты мирового уровня, там в частности в Нафтогаз Украина, но в частности есть те люди, которые, ну скажем, ну не могу говорить прямо, что случайно туда попали, но предположим, есть некоторые ваши коллеги из депутатского корпуса. И ваши коллеги. И наши коллеги, бывшие наши, потом ваши, а нынешние в НАП-совете, которые получают огромные зарплаты, не без зависти говорю, потому что тоже хотел бы получать вот за членство в НАП-совете десятки и сотни тысяч гривен, но при этом эффективность не показывают. Тот самый KPI, который вы вспоминали. Возможно, неправильно регулированы как-то условия не те, что вот пришел человек, на тебе зарплату, ну сиди себе в НАП-совете и все. Знаете, первое, мне очень хочется, чтобы журналисты достаточно легально, официально зарабатывали деньги, им бы не хотелось идти куда-то в наблюдательные советы, потому что на самом деле у вас интересно, это первая часть. И вторая часть, ну, когда говорят о том, что необходимо приватизировать, потому что правительство не справляется с управлением, ну это, они сами об этом говорят. И я помню ситуацию, когда тогда тот скандал с сумасшедшими миллионными премиями нефтегаза, когда правительство тогда действующее расписалось в своей неправомощности изменить управление, хотя на самом деле уставы этих предприятий, государственных предприятий до сих пор, они проходят через заседание Кабинета Министров, через полномочия Кабинета Министров. И правительство, в принципе, имело бы желание, имело бы возможность определить требования к результатам работы наблюдательных советов, определить требования к результатам работы правлений. Такие возможности у правительства есть, но они их не реализовывают. То есть правительство просто не вводит какие-то критерии оценки эффективности работы. Просто платят деньги и все. Они сами себе платят, им такие условия созданы. Почему так происходит, что, по сути, правительство, не скажу, что наплевательски, но как-то максимально отстранено. Отстранено, да, вот руки не дошли до этого. Я думаю, что руки дошли, то есть когда речь идет о каких-то мировых экспертах, которые говорят, мы не пойдем работать бесплатно, они не привыкли работать бесплатно. Ну это да, это один из аргументов, почему такие высокие зарплаты. Их наличие в наблюдательном совете на самом деле же легитимизирует работу этого органа. То есть раз он там есть, значит там все прозрачно. Действительно люди международного уровня не позволяют себе опускаться до каких-то коррупционных вещей. Слушайте, у нас же есть антикоррупционные органы, по сути, которые должны контролировать все вот эти вот моменты. Зачем тогда наблюдательные советы? Это не... Ну смотрите, антикоррупционная вообще деятельность, это деятельность, которая нарушает закон. Когда ты нарушаешь закон, когда закон дает право наблюдательному совету устанавливать заработную плату или премии, в зависимости от того, какие решения судов приняты руководителям того или другого государственного предприятия, это закон, то есть законодательно им позволили так делать. Так написано в контракте, по сути. И так написано потом в контракте. Кто контракт подписывал, тому и вопросы. Подписывал его Гройсман, если мы про Нафтогаз говорим, да? Не знаю, я не видела контракта, не могу сказать, кто подписывал. Ну... Оксана, благодарим вас за очень интересную беседу. Приглашаем еще к нам обязательно в утренний эфир. Оксана Проданна. Продолжение следует...